Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Ну что, отдохнули немножко от большого футбола? Пора и честь знать, стартует новый круг, стартует новый тур в лучшей лиге мира, в частности. Третий тур, Мелбет, Первая лига. Сегодня у Акрона в качестве гостя, в качестве соперника футбольный клуб «Арсенал». Поехали! Поехали! Возвестил диктор на стадионе «Кристал» в Жигулевске. Это значит, что третий тур Мелбет, Первой лиги, стартует. У нас матчем между футбольными клубами «Акрон» и «Арсенал». Нужен гол, требует трибуны. Но как иначе? Подача, штрафной удар, поворотом. И вот он гол мог бы быть! Или будет сейчас, но будет пенальти совершенно точно тут же. Тут же указывает на точку арбитр. Давайте смотреть повтор. Вот она подача, вот он удар. Мяч не залетает в ворота. Но здесь пенальти, конечно. Это супер высоко поднятая клюшка игра, да? Константин Савичев разбегается и очень уверенно забивает. 1-0! 1-0 в пользу Акронова. Вы знаете, даже если бы Михаил Левашов угадал направление этого удара, я думаю, что шансов потащить такой мяч у него было бы крайне-крайне мало. 1-0! Ну, не забили с метра с полутора в пустые. Забили вот так, с одиннадцатиметровой отметки. Неплохо по мысли, но не получилось эту атаку довести до ума. Иван Чудин, надо полагать, решил по левому краю отдавать передачу. Она не прошла. Пас Песегова направо. Удар по воротам! Какой гол! Какой гол! Добрый вечер! Добрый вечер! Посмотрим, как это было. Вот он, Песега, подает передачу на своего партнера. И тот обводящим под дальнюю штангу. Очень техничный, очень техничный в стиле Арина Робина. Ну, может быть, не в самую девятку, да? Не в самый угол, но на достаточной высоте. 2-0 в пользу Акрон. Арсеналом, который, на мой взгляд, повторюсь, переживает определенный период безвремени. И вряд ли в этом сезоне от команды следует ждать каких-то серьезных подвигов. Штрафнодар. Отсюда ведь можно и попробовать. Интересный эпизод-то, да? Эпизод на пенальти. Эльдарушев разбегается. Эльдарушев забивает. В другой угол, противоположный тому, куда пробил Константин Савичев в случае с первым пенальти. И Абу Саид Эльдарушев устанавливает счет на отметке 3-0. И с 50-й Абу Саид Эльдарушев, главный тренер хозяев, Евгений Калешин. И первый мяч вот так под шумок оказывается в воротах хозяев поля. Давайте разбираться, как это было. Не понимают вообще, что произошло сейчас футболисты Акрона. Подавал Артем Попов. А вот коснулся ли этого мяча в этом эпизоде Джонатана Коронко? Ну, по-моему, нет. По-моему, нет. Это значит, что забивает Артем Попов. А Сергей Волков вот ждал-ждал касания Коронко. Так и не дождался. Подача штрафной. А пробить. И можно пробить. И можно забить. 4-1. 4-1. Тольяттинский Бензима ставит точку в этом матче. Вот она подача штрафной от Савичева. Понца пролетает от ним мяча. Азаров бьет. Рикошет. И 4-1. А в кого попал? А, в Апекова попал. Да-да-да, в Апекова попал. Но Апеков находился в правильном положении. Естественно, это никакой не оффсайт. А 4-1. А Круну нужно все непременно выигрывать. Понце. Тащи! Вынимай! Вот это номер. Андре Спонце. 5-1. Что ты творишь, дорогой? Андре Спонце. Первый мяч. Первый мяч в этом сезоне. И какой? Просто красавец. Просто красавец. Без шансов для Михаила Левашова. Абсолютно без шансов. Как бы он тут не старался, этот мяч уже не вытащить. Присматривался, присматривался. Да как шарахнул. 5-1. Просто блистательно. Время подводить итоги. Хотя все уже на самом деле сказано. Константин Савичев, Владислав Галкин, Абу Саид, Эльдарушев, Владимир Азаров, Андре Спонце. Забивали в составе у хозяев. И Артем Попов у Арсенала. Поздравляем болельщиков в Акрона. Большое спасибо, друзья, за внимание. Коллега, спасибо за профессиональную работу. Для вас эту встречу комментировал Дмитрий Жичкин. Смотрите лучшую Лигу мира. Она дарит классный спектакль. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok